Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейц продолжает свои программы. Сегодня у нас вторник, 6 сентября. Началась у нас уже по календарю осень, но погода хорошая и настроение хорошее. Ну и, как всегда, по вторникам в это время у нас на связи доктор Борис Увайдов. Борис, здравствуйте! Привет за океаном, друзья! Мы знаем о том, что доктор Борис Увайдов временно, но нет ничего временного, да, ничего, точнее, постоянного, что есть временное, да, и наоборот. Доктор Борис Увайдов сейчас на территории Украины, в Киеве, и по приглашению врачей, которые попросили его поделиться своим опытом в целительстве, потому что это и есть именно исцеление человека. Ну и мы сегодня говорим, продолжаем нашу программу о заболеваниям, онкологическими заболеваниями, и сегодня очень важная тема, как питаться при онкологических заболеваниях. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, пожалуйста, вы можете это с нами пообщаться по нашему скайпу, это SunGates108, телефон 18472269956, ну и тройное W sungatesradio.com. Все программы наши записываются, выкладываются в YouTube и Facebook, поэтому вы всегда сможете нас найти и задать свои вопросы. Доктор, мы в прошлый раз с вами говорили об окружающей среде, пластиковых, скажем, контейнеров, в которых не рекомендуется хранить никакие продукты. Кстати, кстати, возможно, тоже не все знают добавление вот к прошлому, особенно те продукты, которые хранятся в морозилке. Если в холодильнике еще туда-сюда, но в морозилке это категорически недопустимо хранить продукты в пластиковых пакетах, это все химия под воздействием очень низкой, как и высокой температуре. К сожалению, продукты берут оттуда всю химию, из чего, естественно, сделаны эти полимеры. Полимеры это сделаны эти контейнеры и целлофановые какие-то обертки. Борис, давайте мы тогда начнем нашу тему. Мы говорим сегодня о питании при заболеваниях уже, которые уже есть заболеваниях, или о предотвращении заболевания, или о том и другом. Ну, я думаю, что лучше не заболеть этой онкологией, чем потом ее восстанавливать диетой или там лекарствами, или травами, и вот этими техниками. Это, естественно, что каждый хочет не заболеть. Но для этого нужны знания, обширные знания о питании, которые практически уже нигде не преподают именно науку о правильном питании. Вот эти ученые, которые демонстрировали и разрабатывали системы, они умерли уже, но почему-то они о них забыли. Последний американский ученый, значит, доктор Бернер Дженсен, который написал более 25 книг, я его личный ученик, его капитальный труд и рядодиагностика, прогноз и диагноз по радужной оболочке, облетел весь мир, он стал знаменитостью, распространял свои научные труды, дожил до 90 лет, может быть, больше, вот, и оставил нам, врачам, как и не врачам, свои научные труды. Вот, очень близко, что он говорит, говорит знаменитый ученый Бернер, это швейцарский врач, ученый и диетолог, который еще в 40-х годах разработал свою швейцарскую диетологию, который принял, приняла вся Европа, но, к сожалению, мало кто его знает в Америке, а сейчас уже, наверное, и в Европе забыли. В госпиталях делают все наоборот, спрашивается, зачем нам делать что-то наоборот, когда уже было доказано и выздоровело тысячи и тысячи больных и в госпиталях, и в клиниках, применяя вот эти технологии. Теперь это такая широкая область диетологии, что, когда мне говорят, а что мне есть, а что ему есть, китайцу – китайская пища, японцу – японская пища, индийцу – индийская пища, там, где человек родился, там вокруг него сформировались его гены из поколения в поколение, и медицина, и окружающая среда, и воздух, и пища, и хлеб, все другое. А мы, американцы, и русские, русскоговорящие – это другая цивилизация. Вот, это раса белая, подраса, у которых другие гены. Мы не китайцы. Поэтому питание – это индивидуальный подход. Если он здоровый – другой подход. Если он больной хроническими болезнями – третий подход. Если он онкобольной – четвертый подход. И благодаря вот этим знаниям, которые нам оставили наши знаменитые ученые, диетологи, я прихожу к выводу, что самая лучшая диета, когда человек болен онкологией, вот, это и есть как можно меньше. Можно давать короткие посты, можно давать соковую диету, но соковая диета – это уже 600-800 калорий. На соковых диетах можно сидеть даже месяцами. И если еще делать какие-то бульоны, луково-чесночные бульоны, с квашеной капустой, и с укропом, с базиликом, с петрушкой – это будут прекрасно противопаразитарные бульоны. Естественно, мясное надо убрать, яйца и рыбу надо убрать, потому что это могут перерабатывать и расщеплять только здоровый желудок. И здоровая печень может выделять. У меня к вам вопрос по ходу дела. Такое заболевание, которое называется лейкемия, это заболевание крови, красные кровяные цельца не вырабатывается, белые кровяные цельца. Скажите, существует мнение у некоторых, ну, не знаю, диетологи или нет, существует мнение о том, что, скажем, молочные продукты, все то, что белые, не стоит вообще употреблять. Это, по-моему, и так понятно, что молочные вроде бы не надо. Но что интересно, кто-то рекомендует есть мясо, поскольку это красного цвета мясо. Ну, мясо не переработанное, понятно. Не то, которое продается в магазинах, а вот настоящее живое мясо. И те люди, которые занимаются сыроедением, они некоторые это употребляют. Ну, не знаю, как к этому относиться. Ваше мнение? Мое мнение, если человек занимается спортом, он здоровый. Не-не-не, не здоровый. Я говорю о больных, тех, кто заболели, у которых белокровие. Я уже сказал, что любая онкология – это зашлаковка такой степени, что ничего не переваривается из животного белка. Молочный белок, животный белок, растительный белок лучше переваривается, но все равно его надо делать в жидком состоянии. А мясной белок, естественно, тяжело переваривается. Энергию надо сохранять для восстановления здоровья, а тот на переваривание пойдет. Поэтому это противоречит моей философии и философии здоровья. Мясные белки может есть только здоровый человек, который занимается спортом, и то потеет во время спорта. Или ходит в баню, и то, и другое. Лейкемия – это хроническое запущенное состояние, которое парализовано и работает с переборами. Все системы, включая психику. Поэтому там, конечно, нужны малые обороты. Лучше всего посадить на соковую диету. Соковая диета будет нейтрализовать все яды, которые находятся в крови, откуда они берутся. Когда паразиты, особенно грибковая инфекция, погибает, они выделяют очень много апплотоксинов. Это разрушительные яды, которые действуют и парализовывают все системы обмена веществ. Белковый, углеводный, жировой – все. И эндокринную систему поражает. Для того, чтобы нейтрализовать и выделить, нужны вот эти соки. Овощные соки, зеленые. Туда даже входит еще и капуста, и свекла, кислый лимонный сок и кислые яблоки. Вот это хорошая нейтрализация вот этих токсинов. Под действием различных витаминов, включая витамин С и микро-макроэлементы. Поэтому это искусство врача, который берется лечить онкологию. И, естественно, помимо этого нужно лечить на разных уровнях. Особенно психику. Потому что человек эмоционально долгое время на кого-то косился, на кого-то был злой. Угрызение совести, вражда, агрессия, ненависть, страхи. Это надо убирать. То есть, вы имеете в виду, сейчас мы немножко, наверное, переходим в ту тему, которую мы еще до сих пор не затрагивали. Это психологические и энергетические причины заболеваниям и раком. Потому что, ну, не все так просто. И существует понятие в Айурведе, в частности, понятие о том, что это заболевание, онкологическое заболевание, тяжелое заболевание, это кармическое заболевание. То есть, именно те самые негативные эмоции, которые вы сейчас перечислили, и некоторые другие, они просто разрушают человека и приводят ему к такому вот заболеванию. Вы это имеете в виду, да? Конечно, конечно. Что вообще в Библии как написано? Человек есть то, что он думает в сердце своем. Что такое сердце? Это мысли человека. Вот то, что он думает про себя, так оно и будет. Или же он накапливает положительный магнетизм и притягивает к себе здоровье и успех. Или же у него отрицательный магнетизм, который вырабатывает такое биополе, которое разрушает тонкие тела, которое действует на грубые тела. Это уже на физику. Поэтому при любых болезнях, включая онкологию, врач должен обратить внимание на метафизику, надфизику. То есть, психику. Одновременно надо лечить. Это очень важно. И ни одну болезнь не вылечишь, пока не уберешь вот эти агрессивные мысли. Вот это тот самый интересный момент. С моей точки зрения, я бывал многократно в Индии, изучал аюрведу, изучал. И там действительно этому уделяется очень большое внимание. К сожалению, на Западе этого не знают. в основном. И поэтому берется только физическое тело. И совершенно не привязано к нашему эмоциональному, к нашему ментальному, к нашему... Ну, много тонких тел, вот которые вы сейчас сказали. Поэтому, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к нашему радиослушателю, напоминаю о том, что у нас в эфире доктор Борис Увайдов, который врачует, исцеляет людей уже практически 40 лет. И имеет просто невероятный опыт, накопленный за эти годы. И написал очень много, кстати, книг, и видео, и аудиоматериалей, которые можно, в общем-то, при желании получить. Так что, если у кого-то есть такое намерение, желание, пожалуйста, вы можете с нами пообщаться. Это самый простой способ общения или в YouTube. Очень много у нас реагирует как раз-таки на наши программы с доктором Борисом Увайдовым. Ну, или сангейтс 1.08, или вот прямо найдете и прямо к нему и обратитесь. Хорошо, давайте мы продолжим. У нас будет, в общем-то, тема, посвященная этому. У меня есть тоже много чего сказать по этому поводу. Вот. Ну, давайте вот по питанию. Как... У меня к вам вопрос. Я когда-то беседовал с очень известным человеком. К сожалению, его сегодня уже нет с нами. Это доктор Игорь Ветров, который был очень и очень знающим человеком. Обучался и в Китае, обучался и в Индии, и на Тибете, и был ректором Айурведического института Санкт-Петербурга. Закончил высшую академию, медицинскую академию, и учился в медицинском институте. То есть, это доктор, который соединил в себе вот восточный-западный подход. Он говорил, когда мы с ним беседовали, продукты, которые есть нельзя, и продукты, которые самые необходимые, и которые содержат в себе прану. Прану – это жизненная энергия. И это очень-очень необходимо. И из них на первом месте он ставил мед. Как вы относитесь к меду? Все-таки мед – это содержит сахароза, в том числе, и это не всегда полезно. Если у него нет сахарного диабета, можно подслачивать, допустим, лимонный сок. Для того, чтобы приятно пить, разводить его, допустим, 2 литра, я говорю, по аппетиту и по вкусу, разводить мед, красный перец и лимонный сок. На 2 литра лимона можно 2 литра воды дистиллированной, 4 лимона, выжать, и красный перец, для того, чтобы он усиливал циркуляцию крови. И мед по вкусу. Вот можно целый день, 24 часа просидеть на этом и не быть голодным. С этой точки зрения, лично мне как бы понятно, но с другой стороны, ведь лимоны – это тоже кислота. Она же разъедает слизистую оболочку желудка, ведь и не всегда всем показано это. Нет, ни в коем случае. Просто здесь получается такое превратное мнение, что когда лимонный сок, получается изжога. Не потому, что не от лимонного сока, это тест, доказывающий, что у него повышенная слизь в желудке, смешанная с желудочным соком, соляной кислотой. А эта кислота лимонная, она провоцирует. Значит, надо промыть желудок, для того, чтобы можно было принимать лимон. Я в свое время выпил, но я, конечно, был тренирован, когда я работал с кардиологом в Аризоне. Я из своих роликов рассказываю. Я хотел посмотреть Лас-Вегас. И мы с ним подружились. Он был молодой кардиолог, успевающий, но ортодоксальный медик. Я у него в офисе работал. И как-то мы разговаривали, я говорю, вот я практиковал лечение чистым лимоном, соком, не разводя с водой. Вообще, вот концентрированный, как он есть, только процеживаешь через ситочку и пьешь до 20 лимонов, а потом постепенно уменьшаешь до одного лимона. И я ему сказал, я это делал уже в Узбекистане, в Ташкенте. Я проверял на себе. Он не верил. Я говорю, я при тебе могу 15 лимонов за раз выпить. Он не поверил. Я говорю, давай поспорим. Если ты увидишь, что я выпью, ты меня возьмешь в Лас-Вегас. Если я это не сделаю, не выпью, я тебя за свой счет возьму. Лас-Вегас с семьей. Он согласился. И я выпил. Я постепенно, постепенно увеличивал дозы по инструкции. Это не моя инструкция. Можно эту всю инструкцию найти. Так вот, мало того, мне стали все делать замечания, как ты помолодел, как ты хорошо выглядишь. Энергии прибавилось. Но где побочный эффект? Ведь практически обыватель думает, у меня язва будет в желудке, выпить столько лимонов. Но речь о чем? Больным людям развести 4 лимона на 2 литра воды – это piece of cake. И если у него будет изжоги, это доказывает, что у него повышенная свист в желудке, ничего не переваривает. Ну, то есть, получается, прежде чем заниматься вот такими экстремальными способами, ну, с вашей точки зрения, нет, для многих, да, надо, ну, как минимум, прочистить желудок, правильно? То есть... Совершенно несколько раз прочитать желудок. Я многим это говорю, потому что желудок устал работать за десятки лет. Ему надо покой физиологический. И это, и это. Старая медицинская школа. Когда я был студентом, студентом мединститута, нам говорили, объясняли, и даже на нас проводили опыты промывания желудка. Это старая медицинская школа. Ну, на самом деле, есть такая процедура, опять же, в той же Аюрведе, в Индии, которая называется Панча Карма. Панча – это пять, и вот есть пять путей вывода из организма токсинов. Но для этого надо ехать или в Индию, или на нашей территории. Можно найти такие Аюрведические центры, правда, это очень дорого будет стоить. Я полагаю так, что в домашних условиях всё это тоже можно сделать. Есть, существует много методик, включая там древнеиндийскую, там, Шан Пракшалана называется. Есть ещё много всего. Доктор, я вам предлагаю сделать вот что. Давайте мы с вами, так сказать, спишемся, и вы пришлёте несколько таких вот рекомендаций. И когда мы выложим вот эту программу уже в свободное пользование в Facebook, мы там дадим ссылочки на вот эту вот методику. А кому будет более подробно надо или конкретное, конкретное, вот, всё-таки это надо с человеком беседовать, ну, они тогда с вами свяжутся. Хорошо? Да, но только одно но. На их усмотрение. Почему? Потому что у каждого свои проблемы, и если он неправильно будет это всё делать, а как узнать? Ведь нужно обследовать человека сначала, да? Он может неправильно что-то сделать и свалить, сказать, вот доктор Уайдер нам советовала, а нам хуже стало, пойдёт к врачу жаловаться. Ни в коем случае. Поэтому мы всегда делаем дисклеймер на радио, что радиостанция и руководство не несёт никакой ответственности за мнение гостей в эфире, но мы можем это консидер, мы можем это взять на рассмотрение, но, естественно, мы даём информацию. Вот, центр Сангейтс, это центр, на самом деле, информации. Эта информация может стать знанием, если кто-то захочет её применить, причём применить не один раз, один раз. Вот выпил лимон, а у него и жёг, он сказал, не работает, доктор Уайдер ерунду какую-то говорит, но он, наверное, забыл или не посмотрел нашу программу, где как раз-таки говорится о том, что надо очистить желудок. Опять же, очистить как? Ну и так далее. Хорошо, да, поехали дальше. Очень важно, Миша, понять, что очищение организма, оно настолько важно и необходимо, что начнутся реакции. Вот когда человек начинает очищение, у него обязательно будет кризис. И он по-английски называется healing crisis. И неграмотные люди, обыватели, они тут же бросают, идут к врачам, те заглушают, дают им какие-то лекарства, а разрушительные процессы продолжаются. Здесь же наоборот, мы провоцируем хроническую болезнь, яды выделяются в кровь, получается healing crisis, а потом постепенно улучшение идет, улучшение на выздоровление. Значит, здесь нужна выдержка, понимание и работа с целителем или же с врачом, который будет вести его до конца. Кстати, здесь вот ты неправильно сказал, выразился, что я исцеляю. Исцеляю не я, а божественные силы, резервные, которые мать природы или Бог заложил в каждую клетку. Я единственное могу дать образование, я единственное могу научить человека. Исцеляться он будет сам через вот эту божественную энергию, которая внутри человека. Принимаются поправка. Вот. Так что ответственный тоже за здоровье ни родственников, ни друзья, ни врачей, а вот именно на него. И поэтому, когда он начинает лечение, он должен знать и взять здоровье в свои руки. Не надеяться на кого-то, на дядю Сэм. Вот такая психология должна быть выздоравливающей. Он должен четко понимать, зачем он это делает, для какой, для чего он это делает. То есть, он сознательно должен понимать. Если он не понимает, то тоже бесполезно работать с таким человеком. И это нелегко восстановить здоровье. Я даже скажу, вот смотри, была у меня одна женщина, я тогда в Нью-Йорке работал, у нее была астма. Она была у десятки врачей. И каждый раз, когда была осечка, вот, начинались приступы и так далее, это десятки лет, у нее парализовывалась вера и воля, и здоровье ухудшалось. И какое заключение? Ничего мне не помогает. разочарование, депрессия. И вдруг она ко мне приходит, я ей говорю, да, я ей говорю, она говорит, да мне это не помогает, это мне не помогает. Я говорю, послушай меня внимательно, ты методами таких-то ученых когда-нибудь восстанавливаешь здоровье? Она говорит, нет. Я говорю, ну давай попробуем, ты же никогда не проходила эти техники и методики. Она говорит, да. Ну да, еще время и возможность доказать, что я не прав или я ошибку сделал. Но я тебе гарантирую, если ты будешь исполнять, ты восстановишь свое здоровье. Ты еще молода. Я тогда в Нью-Йорке жил на третьем этаже. Она рассказывала мне, что 20 минут она поднималась на третий этаж. Лифта не было. Вот. Начали лечение. Диету я и дал жестокую, строгую академика Залманова. А он взял на вооружение эту диету у Берхинбенера, швейцарского ученого. Вот. И запустил техники несколько ученых. Результаты. на второй месяц она уже быстрее стала ходить. На третий месяц она уже забегала мне на третий этаж. Не было никакой астмы. В течение трех месяцев. Она все исполняла. Почему? Во-первых, она платила мне. Во-вторых, она исполняла. И третье, я работал на энергетическом и на психологическом уровне. То есть мешал я ее уверенность в резервные силы и уважение в резервные силы. Этим никто еще не занимался с ней. Дальше она когда восстановила здоровье, потом я переезжаю в Сан-Диего, она переезжает ко мне туда поближе. Но я ей говорил, и потом она советовала с своими врачами, она говорит, там климат хороший. Или Аризона, или же Сан-Диего. Вот она выбрала Сан-Диего, где я прожил 12 лет. Так она мне говорит, я говорю, ты говоришь вот своим, ты же десятки лет болел. Она говорит, я говорю, но люди не хотят менять свое питание. Они болеют, они мучаются, они страдают, но никто не хочет, когда я говорю, какую я диету выдерживал, никто не хочет поменять свое питание. И я вспомнил хирурга доктора Келлога, который так сказал еще в 30-х годах, он был хирург, гидротерапевт, знаменитый, как Павлов, Сеченов, богомолец, вот так он гремел в Америке. Он сказал, я вскрыл тысячи, тысячи трупов и не встречал ни одного нормального толстого кишечника. и заявил, из 10 тысяч консультаций, которые я дал за всю жизнь, ни одна мать не кормила своих детей правильно. Это его заключение. Значит, из тысячи, десятки тысяч матерей, ни одна мать не могла правильно питать своих детей. Сейчас это в тысячи раз хуже, потому что в 30-х годах не было такого засилия и химизации. А доктор Вокер так сказал, современного цивилизованного человека можно заставить правильно питаться тогда, когда наставишь два дола пистолета. О чем это говорит? Что привычка свыше нам дана. Вот поэтому надо начинать не с лечения, что есть и так далее, а надо поменять ему сознание и психология и в питании, и в привычках, и в манерах мыслить. И когда поменяется сознание, тогда и поступки, и действия поменяются. Ну, это самое главное, я полагаю, что вот на этой ноте, самое главное, мы можем нашу программу сегодня завершить. Программа, на самом деле, очень важная, очень интересная, и наверняка у наших радиослушателей, телезрителей будут какие-то вопросы. Мы продолжим в следующий раз, я напомню, мы встречаемся с доктором Увайдовым повторником, вот как на сегодняшний день, время в эфире 9.30 утра, это город Чикаго, 10.30 это Нью-Йорк, 7.30 это западное побережье, Калифорния, ну, а в это время в Москве и в Киеве 17.30. Ну, и на все дальнейшие вопросы, пожалуйста, еще раз я напомню, это Сан-Гейтс 1.08 и тройное W sungatesradio.com Если кто-то хочет оставить свои комментарии, пожалуйста, замечания и вопросы. Доктор, большое вам спасибо, на самом деле, то, что вы говорите, я не устаю повторять, когда к Ельцину приехал в свое время Майкл Дебеки, известный хирург, и делал ему тогда еще было сложное заболевание, считалось bypass или аортокоронарное шунтирование, он сказал, дорогой мой, батенька, если ты не измени свой образ жизни, следующий будет серьезный, то есть, я тебе сегодня помог, но в следующий раз я не уверен, смогу ли я тебе помочь, но мы все знаем, чем все это дело закончилось, то есть, менять надо и образ жизни, который зависит от наших действительно привычек, и от нашего поведения, и не всегда то, что мы думаем, не всегда то, что мы прочитали, или кто-то нам рассказал, не всегда это действительно правда, поэтому существуют разные точки зрения, но вот информация, которую мы даем, это не значит, это не средство и не руководство к действию, это только лишь информация, кому будет интересно, поехали дальше, пройдем дальше, будем проходить через все вот эти вот фазы. доктор, большое вам спасибо, как всегда было интересно за ваше время, то, что вы нам уделили, и эта программа записывается, она будет в скорости выложена на канал YouTube, Facebook, и в общем-то можно с ней будет ознакомиться. Всего вам доброго, здоровья! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин